друзья всем привет всем привет сейчас будет урок как меня слышно как меня видно давайте кто-то пришел не пришел если пока что-то никого нету что-то непонятное всем привет всем привет о лилия берман отлично все я нахожусь сейчас германия германия как раз в городе ирландин германия и сейчас отсюда постараюсь провести урок все да готовы всем слышно и так мы сегодня находимся 13 глава 13 глава и начинаем седьмого отрывка вчера прервалась у меня сел телефон я проводил с телефона он был без зарядки это очень похоже на жизнь человека да то есть у каждого человека есть в теле есть заряд такой жизненная сила зарядка да и когда энергия исчезает физическая как бы все казалось бы жизнь прекращается но мы-то знаем что есть душа что есть душа есть божественная душа которая именно она рулит она она это можно божественная душа информационно рулит информационно рулит и она как бы ну в чем суть вот как я понимаю если в двух словах да что есть у человека животное тело водное тело она заряжена энергией есть божественная душа это вообще духовность это часть бога есть интеллект интеллект который обладает свойствами и животного то есть интеллект он все-таки механические работы до идут электрохимические импульсы в мозге то есть мысли они имеют какое-то материальное материально энергетическое выражение но мысль она также имеет и духовное выражение то есть мысли мышление это то что находится между духовным и материальным понятно да и вот это вот мысленная картина мира в которой человек живет и его мысленный образ себя в которой он создает если он этот мысленный образ он его прикрепляет душе то есть он живет здесь но находясь в этом мире но интеллектуально он в духовном и в духовном тоже да заповеди тора крас тора это вот этот интеллектуальный свет тора это ор интеллектуальный свет который идет из духовного мира из души из божественного от бога да бог создатель этого всего как бы вот эта тора идет она в интеллект и она также отражается в теле потому что человек начинает действовать, исходя из вот этих вот интеллектуальных волн, колебаний, назовём это волны, которые уходят куда-то, чтобы было больше понятно, чтобы представить можно было. И получается, что если ты, как бы свет, вот этот божественный свет, ты вначале его должен откуда-то получить, ты его получаешь через мысли, через книги, через уроки Торы, потом ты этот свет сам начинаешь производить внутри себя, и этим светом ты как бы поднимаешь своё «я», поднимаешь на более высоте уровня. Как я в этом вижу смысл изучения Торы, выполнения заповедей и интеллектуальной работы. Но в принципе люди занимаются интеллектуальной работой для того, чтобы обеспечить какие-то нужды. То есть люди занимаются интеллектуальной работой для того, чтобы в основном большинство людей вначале обеспечить нужды тела. То есть люди нужды тела своего, они думают, как же мне поесть лучше, как же мне поспать лучше, как бы мне там больше себе гнездо сделать такое, да, побольше. Это всё нужды тела безопасности. Потом, когда человек нужды безопасности решил, он начинает обеспечивать нужды. А я, это же я, я же не просто так, тело, да, которое уже поело, поспало. Я — это личность. И человек начинает бороться за почёт, за признание и так далее. И вся его интеллектуальная работа для этого. Но есть более высоте уровень, да, который говорит, секундочку, я же даже не тело. И я — это не просто я, чтобы выделиться среди других мне подобных. Я — это божественная душа. У меня есть совершенно ещё одна возможность уйти в вечность. О! И в этот момент человек начинает часть своей интеллектуальной работы, а некоторые полностью свою интеллектуальную работу направляют на духовность. И, в общем-то, потом, если... Тут всё в вопросе «если». Это всё интеллектуальная работа. Но если потом окажется, что всё-таки главная валюта, которая уходит в вечность, — это духовная работа и заповеди, то те, которые в этом мире, они были... Ну, казалось бы, что человек, занимающийся духовной работой, он... Ну, здесь он не очень популярен, да? А потом туда он придёт, и вот как раз окажется, что они поставили правильную ставку. Поэтому, так как это всё «если», я считаю, что нужно идти золотая середина, серединный путь и уделять внимание своему телу. Но именно уделять внимание телу правильно. Не баловать его, потому что иначе, если его баловать, оно рассыпается. Тело нужно тренировать. Нужно уделять внимание своему социальному статусу. То есть нужно работать, нужно быть, ну, как бы социально, выбрать себе такой путь. Впертие вот написано, что какой путь выберет себе человек? Тот, кто прекрасен для него самого и прекрасен для окружающих его людей. То есть человек должен создавать что-то в социальном мире для людей. И, естественно, что духовный путь тоже не забывать и учить Тора обязательно. Поэтому мы каждое утро в 10 утра, я сейчас нахожусь в поездке, я нахожусь сейчас в Германии, потом буду во Франции, потом… В общем, я езжу на машине. И если не будет урока, я постараюсь его выкладывать в 10 утра, выкладывать видео. Ну, потому что Эйтан сейчас находится тоже в поезде, там у него интернета нет, поэтому… А прерваться не хочется. Так вот, дорогие друзья, все. Значит, 13 глава, 13 глава, 7 отрывок. 7 отрывок, 17 главы звучит так. Есть человек обогащается, возвратный глагол. Есть еж мит ашер в эн коль, и нету ничего у него. Есть обогащается, и нету ничего у него. И есть обедняется мит ашер в он раф, а у него имущества много. Значит, первое объяснение простое, да, то есть, первое объяснение простое, что человек есть, который себя показывает богатым, он внешне выглядит богатым, у него есть там дорогие вещи, он машина дорогая, там, ну, выглядит он как очень богатый, да, но эн коль, у него ничего нет, то есть, это все только внешняя упаковка, у него могут быть большие долги, все заложено, переложено, перезаложено, то есть, то есть, у него может ничего не быть по факту, но он выглядит богатым. В еж мит ашер, то есть, тот, кто выглядит бедным, в он раф, и у него большое имущество. Есть два разных типа людей, одни люди хотят, наоборот, показаться, что они богаче, чем другие, другие люди, наоборот, прибедняются, чтобы показаться, что они, у них меньше денег, из-за опасений. Есть известная история, как один религиозный еврей прилетел в аэропорт, там, в Шереметьево, и, значит, его пограничник спрашивает, да, говорит Абрамович, откуда прибыли? Прибыли? У меня вообще никаких прибыли, одни убытки, у меня одни убытки. Значит, это как раз об этом понимании этого, что не судите по облогу, судите по внешнему виду, не Альтистокельбе-Канкан, не смотри на Канкан, на кувшин, а смотри на то, что внутри. И обращая внимание на то, как, ну, то есть, не только на внешний фактор. Я как-то разговаривал с одним очень богатым человеком, он, ну, там, 300 миллионов долларов у него было официально в какой-то момент его жизни. Хотя, опять же, никто не знает, сколько на самом деле, когда Форбс кого-то оценивает, они оценивают только то, что на виду как раз, они судят по одежке, но они не знают, что даже в тот момент у него все было заложено, перезаложено, но это было из соображений безопасности. Это такая схема есть у многих евреевских, особенно бизнесменов в бывшем Советском Союзе, когда они опасаются, что у них может государство, там, рейдеры и так далее, забрать какие-то активы, то они специально эти активы опутывают долгами большими друг перед другом. И если вдруг они видят, что какой-то актив пытаются забрать, то оказывается, этот актив был должен, там, 500 миллионов долларов, и его полностью кредиторы тут же разрывают и нечего забирать, нет ничего. И так у них все объекты перезаложены друг на друга. И вот, значит, так этот бизнесмен мне рассказывал, что он, когда только началась перестройка, он, значит, хотел взять там у кого-то какие-то кредиты, он взял, хотел землю, в общем, он купил джип, занял деньги, купил джип такой очень дорогой, приехал на встречу, подписал там все, что ему нужно подписать, люди смотрят, на каком он джипе приехал. У него его украли на следующую же ночь, это 90-е годы были. Но у него же были документы там на какую-то землю, а строить у него не было денег. И он поехал к одним еврейским бизнесменам из Канады, встретился с ними в Нью-Йорке. И прямо вот история прямо иллюстрирует этот отрывок. Он приехал туда, с ним был помощник его, и у них было последних 300 долларов. И этот помощник говорит, давайте остановимся в дешевой гостинице. Он говорит, нет, говорит, вот снимаем сейчас номер за 300 долларов, там по тем временам, в 90-е годы, в хорошей гостинице в Манхэттене. Снимают на последние деньги, последние 300 долларов, снимают номер. И, значит, эти канадские евреи, которые когда-то уехали из Союза, в Канаде богатые, а он их занимал под огромные проценты, хотел занять деньги. И они зашли, значит, в номер, а он в это время, в это время он там где-то еще собирался, и так были вещи раскиданы, ну, большой номер, но где-то вещи валялись. И он слышит, один другому говорит, смотри, говорит, у него трусы Версачи, вон валяются Версачи, ну, там, за какие-то сумасшедшие деньги. Говорит, у него деньги точно есть. И заняли ему деньги. И он у них занял деньги, начал эти деньги строить, и через три месяца прекратил им выплачивать проценты, потому что невозможно было платить такие проценты. В общем, если бы они знали эту мишну, они бы посмотрели бы и сказали бы, когда увидели его трусы Версачи, они сказали бы так, ешь меташер вен коль, есть, который как бы обогащается, выглядит богатым, и у него ничего нету, меташер вен раф, есть, который выглядит бедным, а у него большое имущество. Так бы они сказали и не верили бы. Не верили бы внешне это, а проверили бы. Хорошо, понятно, да? Теперь следующий отрывок. Следующий отрывок, он рассказывает нам о пользе, о пользе все-таки богатства. Говорится восьмой отрывок так. Кафер нефеш иш ашро. Выкупает душу свою, человек своим богатством. Выкупает душу. Кафер это как капора. Выкупает душу человек своим богатством. Вараж лоша ма диара. И бедный не услышит угрозы. Бедный не услышит угрозы увещевания. Значит, что это значит? Кафер нефеш ишро. Есть в Йом-ти-пур, когда мы стоим на молитве, то одна из частей молитвы, это или Йом-ти-пур, или Роша-шна, когда один судный дни, это вместе называется. Там есть такая Ведздака, Ведфилла, Сон Ведздака, Удзфилла, Маверимы, Гзера, Араа. Значит, пост Ведздака, милостыня, то, что ты раздаешь людям, Ведзвила, Ведзвила и молитва убирают постановление плохое. То есть, Ведздака, это одна из вещей, которыми ты выкупаешь свою душу. Что это значит? Но тут не написано Дздака, тут написано Ошер, да? Написано Куфер-нефеш-иш-ашро. Выкупает душу человека его богатство. То есть, здесь иногда бывает, что когда человек дает Дздаку, он осознанно хочет сделать выкуп своей души, как бы, да? Он говорит, да, я там грешил, там грешил, там грешил. Обычно люди из-за чего грешат? Чтобы получить денег больше, да? То есть, есть, как бы написано, что Мьют Рубамба Гэзель, Мьют Барайот. Большинство людей где-то как-то они замешаны в Гэзеле, в грабеже. Тут не додал, тут что-то взял, что надлежит, тут деньги не дал, ну и так далее. То есть, есть очень много законов, где человек, он инстинктивно, он не обращает внимания на это, но он где-то, он чуть-чуть у другого забирает, забирает, забирает. Это большой грех, запрещено забирать другого, воровать, грабить запрещено. И все это накапливается, накапливается, накапливается. Как есть известная история в Торе, что жители с дома, с дома, они, у них было законодательно запрещено помогать путникам, запрещено гостеприимство, запрещено было делать добро людям. И в конце концов, когда их грехи накопились, то было постановление уничтожить дом. Значит, у каждого человека внутри есть тоже такой внутренний счетчик. И там забрал, здесь забрал, тут забрал. Я когда-то слышал по радио там в Израиле, задают вопросы одному каббалисту такому, да, задают вопросы. И одна женщина плачет, звонит, говорит, у нас был с мужем такой бизнес, такой бизнес, все было хорошо, были богатыми. А потом говорит, этот бизнес мы закрыли. И значит, потом все, что мы не открывали, у нас вообще не идет, не идет, не идет вообще, ну ничего не идет. Что делать? Тот говорит, а вот тот бизнес закрыли, который, ну, вначале приносило много денег. Вы с людьми рассчитались, с которыми в нем работали рабочие? Она говорит, не рассчитались. Он говорит, пока вы с ними не рассчитаетесь, их зарплаты, да, вы прогорели, но они-то свою работу сделали, это был ваш бизнес, вы прогорели. Да, бизнес обанкротился, но они свою работу, вы их нанимали, выполнить работу, за которую вы должны были заплатить деньги. И получилось, что вы их ограбили. Пока вы с ними не рассчитаетесь, у вас, говорит, то есть есть вот такие вот вещи которые у каждого человека копятся и здесь нам царь Соломон говорит великую мудрость он говорит то есть выкупает свою душу у человека его богатство что знаете как говорят потерял деньги там где-то там авария не дай бог еще что-то человек говорит ну слава Богу что отделался деньгами это как раз об этом слава Богу что отделался деньгами это когда Бог вместо того чтобы человека ранее него забирает делает какие-то финансовые потери и это как бы он выкупает свою душу нефеш это животное душа это тело да здоровье и значит кафер нефеш ашо в в там дальше второй продолжение этого отрывка в раш бедный не услышит гиары значит ну тут опять же если идите по этой линии гора угроза увещевания значит бедному нечего терять у него и так все потеряно и у него идет сразу идет как бы так как у него нет вот этого защитного буфера ему нечего терять когда человек теряет богатство терять деньги ему очень и он сильно страдает он страдает иногда как как от болезни вот человек потерял какие-то деньги там убыток какой-то все он прямо с ума сходит вместо себя не находит не спит то есть он этим как бы получает свою дозу страданий бедный человек у него нечего ему терять да у него и так ничего нету и он не у не услышит вот этот вот на него а грешит грешат и бедные богатые грешат примерно одинаково минус царь саламон просил в коллеги в эклизиасте он он говорил так что значит шавы двор козавар хэк мемени раш вошер аль тетели то есть пустое и лживое меня бедности богатства недавание он просил конкретно чтобы идти эти две крайности что бог ему не давал потому что это испытание и там можно согрешить очень легко это можно согрешить так еще раз в этом отрывке нам дана такая схема что финансовая потеря выкупает кофр на пшо выкупает душу а бедно он не услышит угрозы а значит то есть он как бы ему идут желтые сигналы светофора на у него настолько ему и так что что он не не но не может чем-то рассчитаться за свои грехи и у него потом бах его бьет по нефишу по животное душе по телу да а богатого бьет и один и потом он умирает это как рут медилатрут свиток рут там написано что когда вот этот вот или мэлок с сыновьями ушли в моевитянские с эти самые мало не ушли чтобы не давать за куда чтобы не помогать в израиле был голод а он был знатный богатый человек он закрыл просто дом думать я отказывать я не могу бедным да это грех так я чтобы не отказывать я лучше уйду и он ушел мафф значит мави они все потеряли потеряли все свои деньги в начале но они не вернулись и после этого умер он и умерли его сыновья и уже тогда на ма его жена вернулась как нищенко без всего и рут одна из невесток она пошла вместе с ней то есть вот так обычно все происходит вначале потеряли они деньги потом потеряли здоровья а потом уже наама которая была адсадика она просто она была праведница, попала под раздачу эту всю, она сама вернулась и вернулась в Израиль. Хорошо, теперь дальше. Есть еще одно, одно здесь есть объяснение, такое чуть другое, что богатый, который богатством хочет выкупить свою душу, он раздает деньги бедным, он не может при этом им сказать что-то плохое, и на них кричать, говорить, что же вы там, и так далее. То есть он их должен и словами так же быть с ними приветливой и вежливой и вести себя очень культурно, потому что если он словами к ним плохо относится, при этом он дает им деньги, то его вот это вот давание денег, оно или не засчитывается, или совсем очень... В общем, он не сильно выкупает свою душу в этом случае. И третий отрывок сегодня у нас заключительный, это Ор цадиким исмах, мэнер и решаем идах. Значит, свет цадиков сияет, исмах это радостно сияет, не просто сияет, а вот будет радостно сиять, а нер, решаем идах, а свеча, свеча нечестивцев, то есть злодеев погаснет. Значит, здесь тоже интересная вещь, есть у человека, есть у каждого человека, есть, еще раз, как мы с этого начали, есть божественный свет, это называется свет души, духовный свет, божественный свет, понятно. Теперь цадик, это тот человек, который этот свет, божественный свет, он этот свет принимает в виде тора и заповедей, и он начинает своим интеллектуальным аппаратом и своим намерением, он начинает с этим светом работать, он выполняет заповеди, учит тору, делает еще заповеди, преодолевает свое злое начало, то есть он такой воин света. И он весь этот свет, который он уже производит сам, снизу, он весь этот свет вкладывает в свою вот эту вот интеллектуальную конструкцию, в которой он будет жить, как бы поднимает на уровень своей души, да, себя, свое я, свое самоосознание, он поднимает на уровень своей души и, значит, двигается в том направлении, как бы к свету. Теперь, злодей, он от этого свет, все равно в нем есть свет, да, потому что, если бы божественного света не было в человеке, он не мог бы двигаться, в нем этот свет есть, но он этот свет направляет на этот мир. Чем отличается свет солнца от света свечи? Свет солнца, он светит, ему не нужны никакие, никакие физические составляющие. Свеча для того, чтобы гореть, ей нужен светильник, ей нужен воск, какой-то материальный составляющий, чтобы гореть. Теперь свет, вот этот вот злодей, все равно он дает какой-то свет, он как бы светит, он тоже здесь в этом мире, лампы зажигает, это самое. Я недавно смотрел про Павла Эскобар, да, есть история, Павла Эскобар, там был, он входил в самые богатые люди мира, да, пока его не убили, он был наркоторговец, но он был из народа, и он, значит, бедным строил дома, бедным раздавал деньги, просто вот так раздавал, раздавал деньги бедным, то есть он делал какие-то действия по ходу дела, которые чуть-чуть вырабатывали света. Но вся его жизнь была все равно ради вот этого тела, ради светильника, ради свечки вот этой и фитиля. И этот свет все равно, когда он, баф, наступает момент, погасла свеча, подымила чуть-чуть, ну то есть и все, и нету ее. А свет садика, Исма, он будет весело светить на вечность, да, почему? Потому что это тот же свет божественный, он в этой жизни все делал для своей божественной сущности, и этот свет будет светить вечно, то есть он после смерти переходит на второй уровень, на следующий уровень, и там он светит, и светит, и светит, и светит, и светит, и светит. Все, дорогие друзья, что мы сегодня поняли, три замечательных отрывка. Первый, есть человек, который выглядит как богатый, ничего у него нету, и смотрите на канкан, смотрите на наполнение, то есть не обманывайтесь вот этим вот мишурным блеском, так нам сказал Слома Меллах, а есть, который выглядит бедным, а у него имущество большое, и есть у него это физическое, по ней точно так же может быть в духовном плане, есть люди, которые прямо, в общем, не смотрите на внешнюю оболочку. Второе, то, что мы поняли, что, что, значит, богатый выкупает свою душу, и все-таки деньгами, деньгами, если их вкладывать в духовную работу, можно очень хорошо, очень хорошо, прямо усилиться в духовном плане, поэтому портал Ваикра, вы можете любое видео, если вам какой-то урок понравился, вы можете за 18 долларов, 18 долларов в жизни, это дематрия, да, вы можете за 18 долларов продвинуть любое видео на любую аудиторию, которую вы хотите, чтобы люди увидели именно то, что вас зацепило, то, что вы считаете важным, то есть вы можете, у нас портал Ваикра, сама его идея, Ваикра, это и возвал, то есть есть люди, до которых бог достучался, и они теперь хотят достучаться до других людей, потому что мы все плывем в одной лодке, и все это человечество, весь этот мир, это как одна лодка, и чем больше будет света и добрать, им лучше будет всем, чем меньше, тем меньше, а если света будет очень много, придет Маше, да, если он придет при нашей памяти, ну, при нашей жизни, вообще будет интересно, если же будет света совсем мало, то есть мир превратится в зло, тогда мы все утонем, поэтому очень важно, очень важно вкладывать в божественный свет, значит, можно вкладывать в божественный свет, теперь дальше, дальше, и третье, что у нас было, что свет садиков будет светить вечно и весело, поэтому вкладывайте в свое духовное развитие и ваш свет будет светить быстро, долго, весело. Все друзья, значит напишите свои три вывода, еще раз я перестал об этом напоминать, очень важно, когда вы заканчивается урок, сформулировать, что вы поняли для себя, свой личный вывод до трех, можно один, можно два, запишите в комментариях, поделитесь с друзьями своими выводами и уроком, и с Божьей помощью будет у нас у всех все великолепно. Всем божественного благословения, удачи и успехов!